Привет тебе Я чувствую демоническую энергию Демоническую энергию Демоническую энергию Демоническую энергию Демоническую энергию Продолжение следует... 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 Наш путь лежал на восток, через горы, бескрайние пустыни разоренных земель. Шли дни, и мой спутник поведал свою историю о том, что когда-то он был великим воином. Но теперь жуткая тайна тяжелым грузом давила на него. Целую вечность мы шли через бесплодную пустыню. Как долго? Я сам не знал. И всюду за нами будто следовало темное облако, зависшее над горизонтом. Но вот мы преодолели последнюю гряду. Внизу лежала наша цель. Сияющий, как самоцвет. Город Лут-Галейн, а за ним великое море. В ту ночь мы устроили привал. Может, дело было в теплом ветре или шуме океана, но впервые за много недель я заснул. Вернулись и сны, но на этот раз чужие. Мне пригресился великий маг Тал-Раша. Ты тоже там был, Тирель. Я помню тебя в том сне. Другие маги поймали могущественного демона Баала, владыку разрушения, ворвавшегося в наш мир. Они пытались заточить его в священный камень. Но тщетно. И тогда Тал-Раша пожертвовал собой. Его тело стало живой тюрьмой для Баала. Он приказал замуровать себя в гробнице глубоко в песках, где он будет бороться с демоном до конца времена. Теперь ты знаешь, чего я ищу. Это мой брат. Спи. Мы двинемся на рассвете. На утро мы спустились по тропе к Луд-Галейну. Тогда я еще не знал, какие ужасы меня там ожидали. Добрый день. Приветствую тебя. Я Джерхин, правитель Луд-Галейна. Я рад видеть тебя в моем славном портовом городе. Отрадно слышать, что караванный путь через западный перевал вновь открыт. С некоторых пор нас осаждает злая сила, природу которой... Атма знает все последние сплетни и всегда может рассказать что-нибудь полезное. Она никогда не отходит далеко от своей доверии. за магическими предметами обращаем. Андриэль мертва, и теперь я могу вернуться и как следует снарядить разбойниц. Закончу свои дела здесь и отправлюсь обратно в монастырь. Скажи, если захочешь поехать со мной. Дальше на восток только море. Кажется, торговая посудина капитана Мисс Хифа пришвартована в порту. Стой! Ход запрещен. С чего мне тебе доверять, а? Может, ты не лучше пройдохи Эльсикса, который заправляет гостиницы. Но если тебе нужно зелье, я одесс... Сразу уточню. Я никогда не ходил в бордели. Но с тех пор, как тамошние дамы укрылись во дворце, мне стало почти не на что любоваться. Да? Эльзикс пройдоха каких мало, но все-таки он мне нравится. Я многое знаю о древних религиях. Много лет назад я обучалась в Ордене Паладинов Закарума, в храме на востоке Кураста. Творив вряд ли меня помнит, но я однажды помогла ему, когда была молодым паладином. Не стоит напоминать ему обо мне. Ордене Паладинов Закарума Ордене Паладинов Закарума Здравствуйте. Я не жду от тебя помощи, но все же буду благодарна. В стоках под городом поселилось ужасное существо, пристрастившееся к человеческой плоти. Оно уже убило столько людей, и мы его с сыном сможем. Если уничтожишь его, получишь от меня награду. Но будь осторожнее, и так уже слишком многие сгинули в пасти этого монстра. Спуститься в стоке можно через люк чуть дальше по улице. Это существо обосновалось в туннелях под городом. Оно растет. Это великая победа. Но... Тьфу ты! Ну что вы все ко мне пристаете? Грейс оцепил город и не допускает беспорядков, хотя я справился. Да, я всегда в курсе новостей. Знаешь про гаремные гильды? Им одним позволили спрятаться во дворце, когда начались нападения. Да, кто б сомневался. Эй! Тронешь мою бутылку? Пробью тебе новую дырку в черепе. Баль, Сэм! Приветствую! Я Мисс Хив, капитан этого корабля. Хожу по двум морям и иногда до Кингспорта в Вестмарше. Правда, я уже давненько нигде не был. Джерхин приказал не оставаться в порту. Говорит, я могу ему понадобиться. Грейс надежный парень. Надеюсь, он справится, если пустынные твари решат напасть на город. Насколько я помню, в стоке ведут два входа. Один из них совсем рядом, ниже, у пристани. Его видно с корабля. И можешь мне поверить, по ночам я не спускаю с него глаз. А, должно быть, ты из тех героев, которые пришли избавить наш город от зл. Этот дуренький глаж подрался бы с собственной тенью, если б мог. Только и думает, что о драках. Этот дуренький... Говорят, эта тварь убивает только за тем, чтобы отгрызть у своих жертв конечности. Так что на меня она позарится в последнюю очередь. Добро пожаловать в дождь в пустыне. Добро пожаловать в пустыне. Добро пожаловать в пустыне. Ты, наверное, задаешься вопросом, почему в городе безопасно, когда в пустыне так неспокойно? Уверяю тебя, стражники тут ни при чем. Они все почему-то во дворце. Джархин нанял меня и моих людей следить за порядком в городе. Я слышал, тебе удалось изгнать Андериэль обратно в преисподнюю. Я впечатлен. Наверное, это было нелегко. Меня зовут Дрогнан, и я знаю, с какими силами. Я слышал о твоем друге Каине, последний из храдримов. Тебе стоит прислушиваться к любым его. Мы с Фарой недавно говорили про это существо. Я узнал его по описаниям из книг. Это Радамант Падший, древняя храдримская мумия, которая почему-то оставила гробницу и начала охотиться на... КОНЕЦ 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...